Всем привет, друзья! За последнее время, а именно за три почти прошедшие недели после нового года, разработчики мира The Isle балуют нас каждый день все новыми и новыми разными скриншотами, видео и прочими новостями об их крупном патче, который буквально перевернет мир The Isle. Ну что же, давайте рассмотрим несколько самых главных новостей. Я думаю, стоит начать с того, что был слух о якобы людях-каннибалах, которых внесут в игру. В сети появился вот такой арт, и многие игроки ужаснулись. Да, конечно, изначально игра делалась с упором на людей, но после разрабы убрали их и оставили нам атмосферу выживания только динозаврами. Но, как потом оговорились сами разработчики, владельцам серверов они смогут выключать этих самых людей. Конечно, почему-то я думаю, что с выходом нового рекода людей в игре не будет, потому что у разрабов и так сейчас делов выше крыши, а именно сперва привести в божеский вид фракции динозавров, а ведь еще они не доделаны, плюс новая играбельная карта, над которой они еще работают. Лично мое мнение таково пока, что рано или поздно люди будут, но я умоляю разрабов не делать этого даже в будущем, ведь The Isle уже заработала статус хорошего выживания в мире динозавров. Новые динозавры, друзья. Стоит, наверное, начать со списка всех 14 видов, которые будут добавлены после рекод-патча. Это хищники. Траадон, Комсагнатус, Монолофазавр, всеядные Авераптор и Бейпиазавр. Травоядные. Гипсилофадон, Тенантазавр, Магиаразавр, Кентразавр, Хомоцефал, Минми, Протоцератопс И, конечно же, летающий, это Птеронодон и водный Дейнозухус. Что можно сказать по всем добавленным динозаврам? Ну, про летающих вы и так знаете. Птеронодонов реально не хватает в игре. Нету настоящей атмосферы того времени динозавров в их периоде. Дейнозухус – коварное существо, которое обитало в реках и озерах поздней меловой эпохи. А вот про остальные виды динозавров могу сказать, что, возможно, кто-то скажет «Один-два играбельных дина, остальной мусор уберите». Нет, я не соглашусь. Разрабы здраво рассудили, что мелочь мобильнее и играть за нее смелее. Не надо сидеть в кустах по 5-7 часов, отсюда и большее количество мелочи и травоедов. Больше всего мне понравились малыши Траодоны и Гипсилофодоны. Траодоны своего рода падальщики, небольшого роста, в 90 сантиметров. Я думаю, классно будет собираться с тайками в 10-20 человек и устраивать загоны по The Isle. Да еще и с новой системой игры «Насколько динозавров на жертву?» Представляете, если 20 Траодончиков облепит какого-нибудь Адолт Трайка. Гипсилофодон, своего рода маленький фазанчик, чем-то напоминает Пситака или Ору на настоящий момент присутствующих в игре. Как было показано ранее в видео ХОП от Разрабов, присутствовать будет половой деморфизм. Самка и самец Дина будут отличаться друг от друга многими внешними отличиями. Кстати, живой пример можно увидеть на Стегозавре. Да, насчет статы и урона разнополыми динозаврами. И самцы, и самки одного вида Дина будут наносить одинаковый урон противнику. Размер тоже будет одинаковым. Это для тех, кто подумал, самки будут слабее, а самцы сильнее. Да и иначе был бы огромный кошмар для баланса игры. Кстати, Разрабы поговаривают, что самыми большими и серьезными противниками в игре станут Тираннозавр и Спинозавр. Возможно, им прибавят статы и немного увеличат в росте. Новая карта, друзья. Обрати внимание, что на карте есть два далеких острова. С уверенностью могу сказать, что переплыть на них другим Дина будет непросто. Подчеркну, в игре будет Дейнозухус, который будет обитать в воде и ждать любого, кто захочет туда переплыть. Ну а во-вторых, проще перелететь. Это еще раз доказывает нам то, что в игре будет Тиранодон и Дейнозухус. По карте скажу еще то, что после рекода, надеюсь, наши компы и ноутбуки потянут The Isle. Если смотреть на скрины, то может показаться, что игра будет очень требовательна к процессору и видеокарте. Настолько насыщенно и гладко выглядят леса, пляжи, моря. Хотя, возможно, разрабы показали нам все это на ультра на стройках. По поводу лесов и тропиков у меня пока только один нюанс, который мне не понравился. Это большие деревья. Ну и, наверное, последнее на сегодня это перенос убитых мелких Дина в челюстях на примере Ютораптора. Да, это тоже отличный процесс в игре. Этого давно не хватало. Теперь намного легче будет выжить по ряду причин. Ну, бывает так, что ты в игре голоден и ловишь мелкую жертву. Ты только собрался поесть, но из-за кустов выбегает какой-нибудь Рекс. Естественно, ты рванешь прочь и вновь останешься голодать, а Рекс насытится твоим убитым ботом. Но с системой переноса ты зажмешь в челюсти убитую жертву и быстро сможешь скрыться с ней под какую-нибудь елку. Правда, я не знаю, как это повлияет на нашу стамину, и, скорее всего, только адолты смогут переносить трупы динозавров. Да, и, допустим, если вам ваш напарник голоден и находится где-то далеко, можно взять убитого динозавра, прийти к нему навстречу и накормить. Конечно, можно рассуждать и гадать по поводу всех новых новостей от разработчиков за Айл Долга, но я надеюсь, что все то, что они нам показали за последние три недели, это будет не напрасный труд, и мы дождемся нового рекода совсем скоро. Ну, а вы, ребята, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь обязательно на наш канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылки все в описании. До новых встреч, пока!